Мы сегодня говорим о розмарине лекарственном. Это удивительная пряность Средиземноморья, которая широко используется в кулинарии и в народной медицине. Розмарин используется и при болезнях почек. Нередко входит в сочетание очень многих витопрепаратов. Ну и, конечно же, можно использовать розмарин в свежем виде, можно его высушить в венечках и в зимний период заваривать как чай. Розмарин называют травой жизни, травой молодоженов. Считалось, что если подарить веточку розмарина влюбленному человеку, то он получит много счастья, добра и убережет это его от разнообразных бед. Розмарин богат на полезные вещества. Это витамины А, В, С, антиоксиданты, флавоноиды, эфирное масло, смолы, дубильные вещества, горечи, растительные кислоты, сапонины и микроэлементы, железо, магний, фосфор, калий и натрий. Широко использовал розмарин знаменитый врач Кене. Он считал, что розмарин очищает желудок, способствует улучшению пищеварения и в целом оздоравливает организм после тяжелых инфекционных заболеваний. Да и в этих случаях, после простуды, после тяжелой вирусной инфекции, нам обязательно нужно использовать либо чаи, либо розмариновое вино, которое способствует активизации защитных сил организма, да и просто тонизирует. Для приготовления розмаринового напитка 5 столовых ложек розмарина залейте половиной литра белого вина, кипятите 10-15 минут под крышкой и слейте в бутыли. Настаивайте 2 недели и принимайте по столовой ложке 2-3 раза в день, но не позже, чем за 4 часа до сна. Розмарин стимулирует защитные силы организма и проявляет общеукрепляющий эффект, но и очень важный момент для гипотоников – это идеальное средство, чтобы поднять артериальное давление и чувствовать себя очень хорошо. Хороший чай из розмарина. Если вам нужно согреться прямо сейчас, этими зимними вечерами, вы всегда можете заварить 1 чайную ложку стаканом кипятка, настояв 10 минут, процедить и принимать готовый напиток на протяжении 2-3 недель как общеукрепляющее средство, либо единоразово в течение дня 1-2 стакана. Это очень приятное средство, которое стимулирует наш организм и защищает его период вирусных заболеваний. Так что будьте здоровы без всякой химии. Редактор субтитров А.Семкин